Ребята, всем привет! Сегодня мы с Анатолием приехали в больницу Аленберг И будем смотреть, что это за место Очень страшно, я боюсь Аленберг Ален, река, Берг, гора Полное название звучит так Провинциальное лечебно-воспитательное учреждение Аленберг Психиатрическая больница была открыта 1 сентября 1852 года И просуществовала до 1940-го А теперь немного о грустном Если мы присмотримся, то увидим, что кое-чего уже здесь не хватает А именно одного из корпусов больницы По одной из версий корпус взорвали в 1995 году при съемках фильма «Я русский солдат» С левой стороны располагали женские корпуса, с правой стороны мужские В центральной части находится хозяйственный корпус В нем располагалась кухня, пекарня, аптека, лаборатория, а также литеранская церковь Больница имела газовое освещение и была обеспечена собственной питьевой водой Благодаря пяти глубоким колодцам А это один из них Заметьте, сначала идут два советских кольца, а дальше кирпичная немецкая кладка Ребят, ну первое впечатление прикольно, классно Мне очень нравится, тебе как? Мне тоже нравится, только что зашли в подвал Сухие подвалы Хоть и дверь на распашку, ни влажности, ничего Как будто они отапливаемые ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Изначально больница была рассчитана на 300 больных А в 1940 году учреждение уже вмещалось почти полторы тысячи человек И являлась одной из самых крупных психиатрических лечебниц Восточной Пруссии В этой больнице работали известные немецкие доктора и психиатры Например, Карл Людвиг Кальбаум, автор учения о кататонии и гипофрении И Эвальд Геккер, главный помощник Кальбаума В 1875 году директором клиники стал Джулиус Джексон, который ввел в Аленберге принцип No Restraint без ограничений, а точнее отказ от насильственного воздействия на больного А в частности от применения смирительных рубашек Была внедрена практика в качестве лечения больных занятия сельскохозяйственными работами Которые давало больному пребывание на свежем воздухе, ну и кое-какую свободу В 1934 году вступил в силу нацистский закон о предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями Закон предусматривал стерилизацию определенных категорий граждан с целью сохранения чистоты арийской расы С 1934 года по 1945 было насильственно стерилизовано около 400 тысяч человек В том числе и пациенты больницы Аленберг На этом мучения пациентов не закончились В мае 1940 года в рамках осуществления фашистской программы Т4 или операции Тиргантенштрассе Суть которой заключалась в физическом уничтожении людей с психиатрическими расстройствами, которые болели более 5 лет Больные Аленберга были распределены в больницу Тапиау, ныне Гвардейск И в психиатрический санаторий Картау, недалеко от Ольштана Оттуда пациентов распределяли по лагерям смерти Уничтожали несчастных в основном в газовых камерах А теперь поднимемся на шпиль кирхи Говорят, там кое-кого оставили Во время Второй мировой войны здание использовалось в качестве казарм батальона СС А после 1945 года лечебницу Аленберга передали в ведомство Министерства обороны И она использовалась в качестве войсковой части до 2013 года Ребят, ну подводя итоги, хочу сказать, что место очень клевое, очень атмосферное И если вы хотите получить море эмоций, вам обязательно надо сюда приехать И еще хочется верить, что этот комплекс не будет разрушаться А все-таки за него возьмутся и реставрируют Потому что объект имеет просто колоссальный туристический потенциал На этом все, спасибо и удачи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok